Итак, здравствуйте! С вами снова сегодня колос из Нью-Йорка Игорь Мабошкин. Сегодня есть событие, о котором мне хочется поговорить. В России проходит форум «Россия зовет». Ну, Россия зовет, как же не откликнуться? Надо откликнуться, вот я и откликаюсь. Итак, господин Путин сегодня высказал несколько интересных вещей, о которых уже судачит в интернете. И мне хочется тоже выступить по этому поводу и сделать несколько ремарков. Итак, поехали! Я приведу несколько прямых речей Путина. Часть из них была озвучена на Первом канале, а часть нет. Начну с той, что была озвучена на Первом канале. То, что в России самая низкая безработица 4,6%, ну, что можно сказать? Я не знаю, как ее подсчитывают, но то, что бизнесы сегодня в России летят в даун, то есть вниз, об этом не секрет, говорят все, и интернет-издания и прочее. Ну, пусть Путин считает по-своему, ему же все-таки надо отчитаться перед приехавшими гостями и сказать что-то хорошее. Не каждый полезет в интернет проверять, какие там статистические данные в России. Так же, как инфляция. По его данным, она растет 3,6% вверх, а в следующем году будет еще лучше, она будет расти 3%. Ну, после того, как в 2014 году доллар грохнулся в два раза процента и инфляция поднялась на 100%, то если с 14 по 19 раскинуть на 5 лет, то можно так в среднем одномоментную инфляцию 100% разделить просто на 5 и получится 20% в год. Если к этим 20 Путин прибавляет еще 3,6%, значит будет 23,6%. На этом примерно и остановимся. Но больше всего меня заинтересовало вопросы энергетики, которые Путину задали и которые частично отразились на Первом канале. На Первом канале народу показали очень интересные вещи. Путин уверенно заявляет, что зеленая энергетика не нужна. С другой стороны, тут же он заявляет, что зеленая энергетика, самая зеленая это в России. Причем к зеленой энергетике он не поколебавшись, не моргнув глазом, перечисляет газ, атомную энергию. У президента спрашивают, ну в Европе стало принято призывать к отказу от газа, как источника энергии, чтобы экономика должна быть зеленой. И задали президенту вопрос, а насколько в этом смысле зеленая экономика у России? На самом деле, сегодня российский энергобаланс является одним из самых зеленых в мире. Если посмотреть на структуру нашей энергетики, то мы увидим там значительную часть гидроэнергетики, атомной энергетики и газовой генерации. Пренебрежение таким самым чистым углеводородом, как газ, на мой взгляд, является абсолютно странным, потому что это самый чистый углеводород. Если вот так вообще всю энергетику свести к нулю, или только полагаться на энергию Солнца, или ветра, или приливов, то, знаете, на сегодняшний день технологии таковы, что без углеводородного сырья, без атомной энергетики, без гидроэнергетики, Человечество не сможет выжить, просто не сможет сохранить свою цивилизацию. Когда продвигаются идеи подобного рода, то мне кажется, что здесь вступают в силу даже не интересы подавляющего большинства стран, а конкурентные интересы тех, кто продвигает соответствующие идеи на мировом энергетическом рынке. По его мнению, газ это вообще самая здоровая энергетика в мире. Ну, что можно сказать, гидро и прочее, и прочее, Путин сразу же отметает, понятно, что это не для него, и вкладывать туда деньги он не собирается, потому что на них не заработаешь. То есть ту фразу, которую он вставляет о том, что заинтересованные правительства или частные лица или инвесторы пропагандируют там, где хотят заработать прибыль, на то они и давят. Вот он как бы look at myself, он на себя же и показывает просто своим большим грязным указательным пальцем, потому что именно то, что ему выгодно, газ и нефть, именно на это он и давит. Что можно построить, подумать, что Путин построил хоть одну гидроэлектростанцию, да не в жизнь, и не построит никогда. На ней не заработаешь, если только Юротенберг не начнет строить, и стоимость этой гидростанции вырастет в десятки раз, как Керченский мост или как стадион в Санкт-Петербурге, который в несколько, в три, по-моему, или в пять раз дороже, чем подобный, построенный в Канаде в начале 80-х годов. Итак, газ по-прежнему для Путина является прерогативой, но газ есть натуральный и есть добываемый сланцевым путем. Что же думает Путин по поводу сланцевого пути? Но он опять не хочет вкладываться. Зачем вкладываться? Вкладывать можно только в офшорные зоны, в Радугинов, Ротенбергов, Тимченко и прочих своих друзей. Зачем вкладываться туда, где не своруешь? Поэтому самый простой путь – украсть, натурально украсть. Об этом Путин заявляет с трибуны. Американцы разработают технологии, а мы у них украдем. Ну, кстати, сланцевый нет. Ну, давайте мы подождем, когда американцы истратят деньги на новые технологии по добыче сланцевого нефти. Потом у них саксароп. Посмотрим, мы заинтересованы в этом сегодня или нет. Да, до этого получалось все очень здорово. До этого из Америки получали буровые установки, до этого бурили на шельфах и везде, используя технологии, полученные из США. Используя много чего полученного из США. Сегодня всего этого нет. Сегодня под санкциями эта отрасль, которая заморожена и фактически работает только на том, что было достигнуто. Для бурения новых скважин просто нет оборудования. Значит, сланцевый газ, если когда-то потребуется, Путин постарается украсть эту технологию. Для этого работают шпионы, для этого работает посольство, для этого работают кибератаки, для этого повар приготовляет свою кибернетическую кашу. Для этого работают хакеры, которых постоянно задерживают в разных странах мира, которые работают на Кремль, на Путина, через его повара и так далее, и так далее. Поэтому ничего хорошего, к сожалению, в России сегодня ждать не приходится. Ни развития науки, ни развития технологий, а все нацелено только на то, чтобы украсть, украсть и еще раз украсть. Всего доброго, удачи вам. Подписывайтесь на мой канал, если хотите услышать мнение голоса из Нью-Йорка. Всего доброго. Продолжение следует...